Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим об эфириуме, или конкретнее мы поговорим о эфириуме к биткоину. Эфириум к биткоину – это что-то, что мы отслеживаем довольно давно на этом канале. Это метрика, которая, я думаю, помогает определить здравость рынка альткоинов. Это не означает, что некоторые альткоины не могут показать себя лучше и идти против шерсти. И мы видели, как это происходит. Определенно есть альткоины, которые показали себя лучше и даже лучше, чем биткоин. Но, думая об общем движении рынка, в целом, рынок альткоинов, в целом, не только некоторые выбранные альткоины. Когда мы говорим о рынке альткоинов, в целом, я думаю, что эфириум к биткоину инструментален и помогает понять, будет ли хорошо себя чувствовать рынок альткоинов или будут ли проблемы. И одна из вещей, которые мы говорили в этом году и даже последние два с половиной года – это то, что альткоины, скорее всего, продолжат стекать обратно в биткоин, пока эфириум к биткоину возвращается на 0.03 – 0.04. Эфириум к биткоину только что дошел до 0.04. То есть верхняя граница области, которую мы обозначили очень давно, годы назад, наконец была достигнута. После всего этого времени, мы наконец туда дошли. И по сути это вот эта область здесь – 0.03 – 0.04. Эта область, которую я отмечал очень давно, как конечную цель к концу года халвинга. Я говорил много раз, что я думаю, что мы можем увидеть пик доминации в сентябре, самое раннее. Можем также увидеть в декабре. Но это приятно видеть, как все это отыграло. И было сложно определенно идти против того, что многие хотят слышать. И того, что может иметь смысл, просто опираясь на то, что говорят люди. Фундаментал, Proof of Stake, дефляционность, CTF. И вы можете видеть, и это хороший пример того, как, в конце концов, ничто из этого не было важно из-за денежной политики. Это не означает, что это будет неважно всегда. В этом суть. И вот, что я хочу, чтобы понимали люди. Это многие могут посмотреть на это и сказать, ничто из этого не будет иметь значения. И он просто вечно будет стекать. Потому что переход на Proof of Stake, дефляционный механизм, теоретически снижающий предложение, чего сейчас не происходит. И спотовый ETF. И все три эти вещи не плохие вещи. Они все хорошие. Но мой аргумент всегда был в том, что рынок не должен иметь смысл, опираясь на эти вещи. Иногда денежная политика все это перекрывает. И это хороший пример этого. Это не означает, что это не важно вообще. Просто это, вероятно, не будет иметь значения до более мягкой денежной политики, что касается эфириума к биткоину. Еще раз. Это не означает, что это будет всегда неважно. Просто рынку будет наплевать, пока нет более мягкой денежной политики. И одна из причин, по которой мы говорили об этом ранее, в том, что если вы посмотрите на, скажем, процентные ставки США и посмотрим на то, где эфириум к биткоину нашел дно в прошлом цикле, мы знаем, что он нащупал дно только после изменения процентных ставок. Если я смогу найти стрелку. Мы знаем, что дна не было до изменения ставок. Это то, что я отмечал много-много раз. У нас был срез в июле 2019-го. И эфириум к биткоину нашел дно вскоре после этого. В этом цикле я сказал, что в прошлом цикле я видел, как это происходило. И я понял тогда, что было бы лучше просто придерживаться биткоина вместо эфириума, пока доминация биткоина не найдет вершину, что, скорее всего, будет в районе 60%. И это, скорее всего, будет примерно в области среза ставок. Пока мы все еще этого не видели. И в прошлом цикле эфириум к биткоину нашел дно только через два месяца после среза ставок. Так что это держало меня на правой стороне графика эфириума к биткоину. Потому что, опять же, если вы вернетесь и посмотрите, большая часть аналитиков, наверное, не предсказывали это падение. За исключением, скажем, хардкорных биткоин максималистов. Но это аргумент к любой монете к биткоину. И до некоторой степени большинство альтов в итоге стекают к биткоину. Но это отыграло. Это отыграло. Эфириум к биткоину дошел до 0.04. Это верхняя граница области, которую мы отметили давно. И я хочу поговорить о том, чего в целом ожидать, двигаясь отсюда. Потому что это было очень длинным движением. Одна вещь, которую надо держать в уме касательно эфириума к биткоину, это то, что он дошел до вот этой линии тренда. На самом деле, давайте перед тем, как мы к этому перейдем, я упомяну вот что. Если вы посмотрите на общие активы в Федеральном резерве, это была еще одна вещь, которая помогла понять, где эфириум к биткоину нашел дно в прошлом цикле. Это то, когда общие активы в Федрезерве развернулись, и там было дно. Этого еще не произошло. Куда эфириум к биткоину идет отсюда? Первое, что я скажу, и опять же это часто происходит, в какой-то момент в будущем он, скорее всего, отскочит, и все будут думать, все ли это. Теперь, когда он на 0.04, когда мы сюда дошли, я думаю, что это имеет смысл ослабить медвежий настрой на эфириуме к биткоину. Ослабить. Что я имею в виду, это не то, что он не может пойти ниже. Просто я думаю, что окно для движения вниз находится между сейчас и концом года. Если он не пойдет ниже, к концу декабря, то 0.04, скорее всего, будет минимумом. Но очень много времени есть между сейчас и концом года. Причина, по которой я все еще думаю, что это имеет смысл быть открытым к идее того, что эфириум к биткоину может в итоге пойти под 0.04, в том, что доминация биткоина не дошла до 60%, что я думаю, будет вершиной. И мы знаем в прошлом цикле дна не было, пока не срезали ставки, и Федрезерв не начал наращивать баланс. Ни одна из этих двух вещей еще не произошла. Это не означает, что эфириум к биткоину не может отскочить. На самом деле было много раз, когда он отскакивал от этой линии тренда. И много раз люди неверно предполагали, что это было дно. Это произошло так много раз. И это истощает спорить каждый раз на одну и ту же тему с людьми. Но я думаю, что это безопасно говорить, что... И опять же, я предпочитаю говорить, что я был неправ, когда я неправ. И я надеюсь, вы это видели. Я говорю, когда я неправ. Но это одна из тех вещей, которые я действительно думаю, о которых я был прав последние несколько лет. И... Мы дошли до 0.04 и отскочили обратно на 0.042. Лента поддержки бычьего рынка гораздо выше. Она на 0.05. Она гораздо выше, чем мы сейчас. И вопрос это, что произойдет, двигаясь отсюда? Один вариант в том, что эфириум к биткоину отскочит. И еще раз не спустится. И еще несколько месяцев. Это иногда происходит. Когда он доходит до минимума, как здесь в октябре, и спускается обратно в январе. Здесь еще один пример. Минимум в апреле и спустился опять в мае. Это происходит часто. И это важно. Понимать, что такое может произойти. Есть также шанс того, что он пробьет линию тренда. Я не говорю, что это должно быть основным вариантом, но иногда то, как вы входите в финальную капитуляцию, это вы пробиваете линию тренда, которую вы думали, что никогда не пробьете. И это финальная капитуляция. Опять же, это не обязано произойти. Но если эфириум к биткоину сделает что-то вот такое, и вот это, то это может отметить финальную капитуляцию. И потом он вырастет обратно в 2025. Если с другой стороны, вместо чего-то такого, он попрыгает вот тут, то к концу года это может означать, что 0.04 это минимум. Что я имею в виду, это то, что если он не сможет пробить 0.04 до конца года, то я бы сказал, это будет минимум. Но из-за того, что доминация биткоина не на 60% и из-за того, что Федрезерв не срезал ставки и из-за того, что они не наращивают свой баланс, вот почему это все еще имеет смысл быть открытым к тому, что он может пойти ниже. В общей картине эфириум к биткоину упал от максимумов на 54%. Некоторые люди скажут, что он хорошо держится, но опять же, весь этот рынок одурил их, заставил думать, что он хорошо себя чувствует в то время, как он продолжает падать. И мне кажется, самое сложное для меня было в моем собственном разуме быть уверенным, что это вероятное развитие событий. И просто так долго этого ждать. Самое сложное – ждать. Быть уверенным, что это вероятное развитие событий. Но не на 100% уверенным. Но быть очень уверенным, что это вероятный сценарий. Что-то вот такое. И просто ждать годы. Смотреть, как это отыгрывает. Так что посмотрим, куда эфириум к биткоину пойдет в краткосроке. Но я думаю, что он может определенно отскочить немного. И я думаю, что все еще есть риск, что мы пойдем под 0.04. Это может не случиться сразу. Одна из вещей, о которых мы говорили ранее, если посмотреть на месячные свечи на эфириуме к биткоину, вы можете видеть, что похоже, что он входит вот в эту финальную капитуляцию, которую вы видели в последних нескольких циклах, когда он действительно начинает стекать. Он может даже падать до… Вот здесь вы видите три красные свечи и дно в сентябре. Есть шанс, что здесь что-то похожее. Три красные свечи. И что, если он пробьется под эту линию тренда в сентябре, и это будет дном? И, может быть, это сойдется с первым срезом ставок на 50 пунктов? В прошлый раз эфириум к всего на 25 пунктов. Если это 50 пунктов, может быть, это сделает это более вероятным. То, что дно будет в сентябре. И что вы можете увидеть – это что-то вот такое. Он может найти минимум в сентябре и сделать двойное дно в декабре. Это тоже вариант. И, конечно же, он может всегда подняться на ленту поддержки бычьего рынка и также ее протестировать. Но я думаю, что эфириум к биткоину подбирается близко к тому, где будут минимумы, если он уже не там. Моя лучшая догадка в том, что он пойдет под 0.04. Но, если к концу года этого не случится, то лучшей догадкой будет минимум на 0.04. Я думаю, что эфириум к биткоину будет расти в 25-м. Вот что я думаю. В 2025 эфириум к биткоину будет расти. Просто между сейчас и концом года много времени и в плане сезонности. У биткоина более хорошая сезонность в четвертом квартале, чем у эфириума. И это то, где мы, как я думаю, сейчас. И мы говорили ранее об эфириуме к биткоину и о том, как он полезен в понимании рынка альткоинов. Одна из вещей, которую вы, наверное, заметили за последний год в том, что так много людей так были уверены в рынке альткоинов. И одна из причин в том, что они смотрели на это и говорили, рынок альткоинов просто вот здесь. Попросту вот там. И они не хотели принять тот факт, что он может быть вот здесь. Вот здесь, 2019-м, прямо до среза ставок Федрезервом. И мне кажется, это упускают люди. Они смотрели на вот это, на год халвинга. А нужно было смотреть на 2019-й, а не на год халвинга, потому что в 2019-м Федрезерв срезал ставки. Вы накладываете ставки и видите, что Федрезерв там их срезал. И для меня вот это, было всегда более вероятным развитием событий. И это плюс-минус то, что происходит. И причина того, что мы знали, что это вероятный сценарий. Опять же, не было гарантий. Но причина, по которой мы думали, что люди, может быть, спешат в том, что если вы посмотрите на пары альткоинов к биткоину, вы можете сказать, что все эти люди так уверены, что они правы. И альткоины уже прошли через этот процесс. Но что они упускают? Это то, что в прошлом цикле, когда пары альткоинов к биткоину, когда альткоины совершали это движение, на которое люди надеялись пару месяцев назад, они уже посетили минимумы области. А в этом цикле этого еще не было. И я думаю, что вот это компонент, который упускают многие люди в этом цикле. То, что это не отыграло в 2023-м, как в 2019-м. Так что вы видите, как это отыгрывает сейчас. Потому что этого не было в 2023-м. Если бы это было в 2023-м, то я бы сейчас вместе с вами думал, что более вероятно увидеть что-то такое. Но этого не было в 2023-м. И я думаю, что это необходимый компонент криптопространства. Альткоины – осцилляторы к биткоину в лучшем случае. И мне кажется, что это помогло мне быть на правильной стороне рынка. Говоря, послушайте, ребята, пары альткоинов к биткоину все еще должны спуститься на минимумы. И они этого еще не сделали. И мы знаем, что в прошлом цикле пары альткоинов к биткоину упали на минимум. Начали падать за месяц до первого среза ставок. Один месяц. И вы можете увидеть что-то похожее. Опять пары альткоинов к биткоину сейчас примерно месяц до первого среза ставок. Они сейчас на 0.39 под первоначальным минимумом на 0.4, потенциально тестируют его снизу. И я думаю, что имеет смысл думать, что он спустится на 0.25. И во время этого процесса вы, наверное, увидите доминацию биткоина примерно на 60%. Так что все это отыграло. Одна из вещей, о которой я также упоминал – это вот этот сайт, где вы отслеживаете предложения эфириума. И я упоминал это много раз, но на самом деле он стал инфляционным в последние месяцы. Я не знаю, как много людей смотрят на это, но за последние 30 дней предложение выросло на 56 тысяч эфира. Со слияния оно, очевидно, все еще ниже, но всего на минус 262 тысячи. А в апреле было минус 457 тысяч, так что, по сути, добавили примерно 200 тысяч эфириума с апреля. Если вы продолжите с такой же скоростью, если вы посмотрите на то, что произошло за 30 дней, эфириум растет примерно на 60 тысяч эфиров в месяц к концу года. С такой скоростью он станет инфляционным, даже если сравнивать со слиянием, что может сойтись с макродном на эфириуме к биткоину. Прямо когда он становится инфляционным, не будет ли это интересно? Он становится инфляционным. Люди, наконец, хорошо. И это становится дном. Это вероятность. Я бы не стал это отметать. То, что эфириум к биткоину найдет дно, когда он станет инфляционным. И причина, по которой это интересно, в том, что это похоже может так отыграть. 60 тысяч эфиров в месяц. У вас есть примерно 4 месяца до того, как он станет инфляционным, если измерять сослияние. Сейчас август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Если это будет в декабре, это может быть либо двойным дном и будет минимум в сентябре и второй в декабре. И второй вариант, я думаю, что равнозначный вариант. Может быть в том, что если эфириум к биткоину найдет какое-то облегчение в краткосроке и отскочит обратно, то обычно, когда это происходит, нужно пару месяцев, чтобы он установил уменьшенный минимум. И мы видели, как это много раз происходит. Даже вот здесь, в мае. И я сказал, на этом отскоке, когда они бывают, обычно стоит ожидать, что это займет два месяца. И был июнь, июль, и в конце июля, и в начале августа мы пробились вниз. Так что если он опять отскочит, то потребуется времени до октября, чтобы он спустился на эти уровни. Опять же, всегда стоит хеджироваться. И я думаю, что эфириум к биткоину на самом деле очень близок к минимуму, где бы они ни были. Но я просто пытаюсь поделиться своими мыслями. И действительно приятно видеть, как это отыграло. Я думаю, что многие, они путают меня с кем-то, кто хочет, чтобы что-то произошло. Когда я просто говорю, что думаю, что это произойдет. Мне не обязательно хочется, чтобы это произошло. Я просто думаю, что так будет. Опираясь на то, что исторически происходило во время жесткой денежной политики. И мне кажется, в этом суть инвестирования. И это то, что ведет многих людей к неправильным решениям. Они слушают, но они слушают мой взгляд на эту тему. Но они не готовы на самом деле переварить этот взгляд. Потому что это идет против того, что они хотят увидеть в своем портфолио. Поэтому они просто игнорируют это. Но опять же, это больше мысль, что я думаю, произойдет. И по какой-то причине я решил быть очень активным на эту тему. Я не думаю, что я буду настолько же активен в будущем. Но это приятно. Ощущается как длительное путешествие. И если вы были в этом путешествии со мной, спасибо. Я очень признателен. И я думаю, что мы подбираемся к концу.